Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! И это очередное видео по тактике на сайте ches.com Начинаем! Так, вот такого точно я не помню Черные идут на нас, мы идем вперед Эти пешки не блокированы, да, получается? Ход слон d4 здесь невозможен Наша пешка тоже вперед проходит Что здесь можно сделать? c7 пойти? Тогда g1 ферзь, c8 ферзь Шаха вроде бы как нету, черных хороших И на d4, на g5 мы контролируем поля, да? Дело в том, что на c7 можно сыграть просто слон g4 А если сразу f5, то просто же 1 ферзь Так, ну, конечно, исход слона 3 Слона 3 Но если это даже 1 ферзь, то этот шах ничего не дает Нет, как-то все не то Не получается пока что найти идею Слон g7 Ну, давайте прямой вариант c7 Слон g4 Дальше Мне кажется, тут какой-то пад Вот смотрите, если слон черный стоит на c8 А ферзь стоит на c5 при короле на d8 И остального ничего на доске нет То это пад Вот мне интуиция подсказывает, что именно к этой позиции Надо стремиться Но для этого нужно скинуть пешку f Раз И второе Это нужно пробить на c5 с двойным ударом на короля и на ферзя Вот это 100% такая позиция должна быть Но Как этого добиться? То есть можно сыграть, конечно, c7 Тогда слон g4 f5 забрал Дальше Можно пойти, например, c8 ферзь Забрал Дальше пойти слона 3 Ферзь взял, взял Но мне кажется, в этом варианте Очень много неточностей Потому что очень важен порядок ходов И он тут единственный Итак, с хода f5 в принципе начать мы не можем Потому что будет g1 ферзь Поэтому c7 Тогда единственный слон g4 Ну, если g1 ферзь, то c8 ферзь И тут еще непонятно, кто кого матует Поэтому на c7, если черный играет на победу, идет слон g4 На f5 слон f5 Дальше, очень важно Или слон a3, или c8 ферзь Наверное, сначала все-таки слон a3 Почему? Потому что Ну, просто связана пешка Единственный ответ это c8 ферзь c8 ферзь Ну, а тогда Строго Вернее, g1 ферзь Строго потом c8 ферзь Слон бьет Шаг и забрали То есть, еще раз c7, слон g4 f5 забрали Дальше Если c8 ферзь, то забрали И какие здесь вопросы? Слон a3, кстати Тут на слон a3 Кстати, вот тут момент Слон a3 Слон a3 Сразу слон a3 Или потом уже слон a3 Так Что-то тут как-то тонко опровергается Первые ходы понятны c7, слон g4, f5, слон f5 И здесь Или слон a3, или c8 ферзь Ну, c8 ферзь Нужно однозначно Играть Слон c8 После этого Нужно однозначно Играть слон a3 Черные не могут свернуть Потому что Ну, если я возьму фишку на a3 То тогда Какая Может быть игра Поэтому они ставят Кстати, кого они ставят? Если они ставят ферзя То тогда Пад Да? Ну, а если они ставят ладью То я просто выиграю Если слона, то просто берем Например, на c8 Или сразу на c5 Поэтому c8 ферзь вроде бы правильно Но Как же тогда опровергается слон a3 Сразу То есть С7, слон g4, f5, слон f5 Дальше Слон a3 В этой ситуации Как черные могут сыграть? c8 ферзь Вернее, g1 ферзь Если играть слон c5 То просто ферзь c5 И тут ничего не получается А если при ферзе на g1 Ставить своего ферзя на c8 Видимо, вот здесь кроется развязка Я же не обязан брать На c8 ферзя Совсем не обязан Я просто даю шаг ферзю И разрушаю этот пад Ну, шаг ферзю на g5 И все Поэтому строго нужно играть Сначала c8 ферзь А потом слон a3 То есть c7, слон g4 f5, слон f5 c8 ферзь Забрали Слон a3 Ферзь Шаг Забрали Пад Да Ну, в принципе Не сложная задача Но требовала точность Ух Так Я эту задачку помню Я ее решал И не решил до конца Сейчас я попытаюсь Там слон a7 Слон e3 Король b7 Подождите Слон e3 Король b7 Подождите, подождите Слон e3 Король b7 e7 Слон, то есть ладья a3 Потом сюда Дальше Спустились Король f2 Шаг Закрылся Король e3 Да, да, да То есть тут надо давать шаг Дальше e7 Теперь слон a7 Теперь, кажется Король f4 На ладья e1 Будет слон e3 А на ладья f1 Будет слон f2 Да Да я просто уже помню Видите Сто процентов Выбил Прекрасно Идем дальше Так Атакую я не помню Все помню Здесь нереально Ну, вообще Глаза бросаются Ладья c4 Ферзь e3 И конь h2 Такое вот Но тут фигур очень мало То есть надо действовать Наверняка Тут фактически Лишних у черных Вернее у белых Две легкие фигуры И ладья Поэтому нужно действовать Наверняка Если защита После ладья c4 Найдется То тогда Будет очень плохо Ну, вот, например Ферзь d2 Такой ход И 4 бить нельзя Ферзь Так Немного отвлекли Смотрим Что здесь получается То есть ладья c4 Ферзь d2 Ну, кажется Не получается Да Шаг на e4 То есть все-таки Очень много Мы жертвуем Там будет Король f1 Нет Вторая линия Прикрыта Не то Поэтому мне кажется Все-таки Ладья c4 Не проходит А если ферзь f2 То единственный ход Король d3 Дальше Например, шаг Это закрылись На d6 Да Закрылись На d6 Так Подождите А может быть Тогда ферзь f2 Король d3 Конь e5 Конь e5 Ладья d8 Ну, тут перекрытся Не удается Да Король вышел На c4 И И Король вышел На c4 Ну, а дальше Как его догнать Тоже не получается Нет Коня здесь Показывать не надо Так 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 А, подождите Все-таки Ладья c4 Ферзь d2 Это же мат Ферзь f2 И король d3 Конь e5 Ну, смотрите Еще раз проверяем Ладья c4 Если bc То забрали То есть Пошли на e3 И король f1 И конь h2 А если Ферзь d2 То тогда просто Шаг на f2 Король d3 Конь e5 Атакуем короля на d3 Защищаем на c4 Как еще можно защититься? Угрозит мат два хода Ферзь d3 Конь h2 Еще защита есть? Не такой ход Как слон f3 Интересный Ферзь e3 Король f1 Шаг на f3 Да, может быть Недостаточно Так Недостаточно В каком порядке Это все сделать? Ну, ферзь f2 Конечно 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 Наверное Можно сыграть Король d3 Может быть дальше Ладья d8 Перекрылись на d6 Стоп Так это мат просто Да Да То есть Ферзь f2 Король d3 Ладья d8 Два хода Конь d6 Слон d6 В любом случае На конь d6 Мы матуем Конь e5 А на слон d6 Мы сначала пробиваем На d6 И дальше Конь e5 Ну, все Вроде бы решил Да Очень простая задача Но, опять же Долго думал И отвлекают Так Отвлекают по телефону А здесь нам надо Как-то Конь d5 Хочу Конь d5 Ферзь d2 Конь e7 Король f7 И все Да Приехали Как же можно здесь сыграть Да Может быть Сначала Такой ход Как слон e5 Пойти Так, сыграть Вскрыть линию f А потом на fe Сыграть Конь d5 Тогда на ферзь d2 Конь e7 Король отошел Ну, там ферзь d6 Ферзь d6 Будет ход Да Ну, владей e5 Ход идейный Ход идейный Интересный Ну, как же Как же Как же Как же Владей e5 Ферзь d5 Владей e5 Ферзь d5 Ферзь d2 Конь e7 Король f8 Шах на g6 Король f8 Вот, а не то Нет, не то Так, владей e5 Fe Дальше 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 Не получается Дальше Не получается К сожалению Так Ну, конь на e6 Стоит хорошо Слон на e5 Подвис чуть-чуть То есть Владя e5 Просится просто Но нет таких ходов Как конь d5 Потому что Это все пока не то Конь e4 Тоже не то Владя e5 Fe Вот здесь нужно искать Может быть какой-то ход Типа ферзь g5 Типа-типа Ферзь g5 Ферзь h6 Нет хода Конь d5 Ферзь бьет Конь e7 Ну, хороший же вариант Но На ферзь h6 Находится ход На ферзь h6 Ход находится Получается Владя e5 Ферзь e Так Конь d5 Ферзь d2 Конь e7 Ну, что ж такое Другого варианта Не вижу Может быть Сразу Вадя h7 Вернее h3 Ну, тогда Контрольная линия Ф теряется Так Ну, да Это вот задачка Такая вот задачка Задачка Заморочка Ну, не может же Ход ладей e5 Быть неправильным Ладей e5 Их е Вскрыли уже Линию f Готовы уже Внедряться Как же дальше Ферзь g5 Без идей Ладей h3 Тоже без идей Конь g5 Как-то вяло Конь d5 Ферзь d2 Конь e7 Король h7 Ну, пускай король h8 В этой позиции Ну, точно тут нет ничего Просто на h8 Там конь g6 Ну, и пускай король h7 И ничего нет Ничего нет В этой позиции Ничего нет Ничего нет Так, ладя e5 Ну, может быть И не ладя e5 Какой ход Здесь можно придумать Какой же ход Здесь можно придумать Ладя e5 Фе Кроме ладя e5 Может быть Какой-то совсем Другой ход С другой идеей Конь g5 Какой-то ход Тоже не то Ну, как же Ну, не может быть Ну, ладя e5 Ну, и фе Ну, что ж дальше Ну, ферзь g5 А какая идея Хода ферзь g5 Ферзь e7 Ну, это как-то Как-то мало Как-то мало Конь d5 Ферзь d2 Конь e7 Ну, как же здесь Король h7 Конь g5 Получается Не получается Какой же маневр Здесь может быть Какой-то скрытый маневр Ну, что ж такое Конь d5 Конь e4 Конь d4 А что? Ладья e5 Ферзь e5 Конь d5 Конь d5 Ферзь d2 Конь e7 Король h8 Ну, как здесь Король h8 Король h6 На король h7 вернее Король h7 Что еще может быть? Ладья h3 Перзь h6 Шаг на g5 Король h8 И все Ссякла атака Как? Ладья e5 f e Ладья e5 f e Не получается Не знаю, как решать Хорошая позиция Интересная Может быть, решается плохо Вернее, легко Но Но у меня решается плохо Конь d5 Ферзь d2 Конь d5 Сразу Ферзь d2 Конь e7 Король f7 Какой смысл в этом? Никакого Абсолютно никакого Абсолютно никакого Конь g7 Какой-то ход Ну, не знаю Ну, все-таки Ну, ладья e5 Не может же быть Вот ладья e5 Вскрыли линию f Что еще может быть? До g7 Как добраться Как добраться Как добраться До пункта g7 Взяли-взяли Ферзь Ну, может быть Действительно Ферзь g5 Взяли-взяли Ферзь g5 И что? И что мы угрожаем? Мы угрожаем Ферзь e7 Если защититься То есть, играть Например, конь f5 То ладья f5 Да Ладья f5 Ферзь c3 Тоже сомнительно Ладья e5 Пешка Ладно, давайте попробуем Чтобы не тянуть Уже дело Но чего-то я здесь Не вижу Ну, давайте подумаем Уже ближе Уже яснее Чуть-чуть Ну, вот такие ходы Кандидаты Ферзь g5 Конь d5 Еще раз Конь d5 Ферзь d2 Конь e7 Конь e7 Король h6 Вернее, король h7 Король h7 Такого хода Как конь g5 Нет в природе Потому что ферзь g5 А если сыграть Ладья h3 То ферзь h6 Ферзь h6 Что здесь есть? Конь g5 Король g8 Шахов больше нет Если пробить на h6 То белый без двух качеств И это плохо Еще вариант На конь d7 Да, конь d7 Король h7 Шах на h3 Ферзь h6 И ничего нет Значит, конь d5 Отпадает Как бы мне не хотелось Тут пожертвовать ферзя Но этот ход Отпадает Ферзь g5 Ну, хороший ход Ферзь g5 Почему? Мы напали на коня Мы всего лишь Без качества Такого хода Как ладья f8 Нет Так как ферзь Е7 Грозит мат на g7 Это основная угроза Конь f5 Это ладья f5 На ферзь c3 Уже ближе Да? На ферзь c3 Можно, наверное, сыграть Просто ферзь Е7 Ну, а если е4 То непонятки Опять, да? Ферзь g5 Конь f5 Ну, тогда отпускай Просто ферзь g6 Зачем нам брать на f5 Ферзь g6 И дело в том, что Седьмую линию Особо тут не защитишь После ферзь g5 Все больше и больше Убеждаю, что ферзь g5 Правильно Ферзь-то не поможет Там, видите Он как-то вырезан Вырезан ферзь Так, опять отвлекаю Так, опять отвлекаю Что-то сегодня такое вот Время Тяжелое Ну, давайте ферзь g5 Попробуем Да, все-таки этот ход Ну, и тут, наверное, ферзь g6 Ферзь g6 И что? И все? Или не все? Если я сыграл ладей f5 То он ферзь c3 Ферзь g6 g4 Да? А если сразу ферзь g6? Ну, давайте ферзь g6 уже Да Правильно решил Идем дальше Так, эту позицию я помню Это f4 Ферзь d3 Слана f5 Да? Это я помню Так, ну что, объем тут, да? Если она проходит, то объем здесь Ого Серьезно Так, наконец-то закончилась эта эпопея Видите, все-таки красная точка осталась одна Но это уже на завтра Спасибо, кто дожил до этого момента До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!